Сегодня мы поговорим о качестве укладки гибкой черепицы на плоскости, на плоские участки кровли. Время от времени возникают жалобы клиентов, что гибкая черепица через какое-то время пошла волнами, пузырями. Примерно вот так. Это хорошо видно на картинках с реальных объектов, но на самом деле мы поняли, что это видно не всегда. Их видно только в тех случаях, когда солнце светит вдоль ската. Если солнце никогда не светит вдоль ската, то вот эти волны размером 5-7-10 миллиметров не будут визуально различимы. А если солнце светит скат, то 10-15 миллиметров волна будет смотреться очень некрасиво. Собственно, вот на фотографиях это и видно. Какие компоненты влияют на восприятие плоскости? Сначала стропильная система, потом контробрешетка, потом обрешетка из доски под монтаж сплошного основания. В качестве сплошного основания может применяться фанера или ориентированная струточная плита ОСП, другое название ОСБ в латинской транскрипции. Я, наверное, буду говорить ОСБ в основном. Так вот, ОСБ, листы, потом подкладочный ковер и поверх подкладочного ковра, собственно, сам материал. Иногда, через какое-то время возникают волны, пузыри. Что является причиной? Первая мысль, что, наверное, что-то бракованное. Бракованные ганты, бракованный ковер или бракованное ОСБ. Ни одного случая брака, ни того, ни другого, ни третьего, нами зафиксировано не было. Следующий вопрос. Может быть, монтаж проводили неправильно, с нарушением каких-либо инструкций? Что такое инструкции? Отдельный вопрос. Производители гибкой черепицы, их много, конечно, сконцентрируют свое внимание на том, как монтировать подкладочные ковры и как монтировать, собственно, ганты гибкой черепицы. И транслируют стандарты, предписанные для ОСБ. Буквально в стандартах по монтажу ОСБ написано следующее. При воздействии влаги все изделия из дерева и на основе древесины расширяются. Поэтому необходимо оставлять между плитами расширительные зазоры, которые дают плитам расширяться и препятствуют возникновению волнистости. Для всех плит с ровными кромками необходим зазор не менее 3 мм между отдельными плитами. Максимальная длина, с которой мы работаем, 2,5 м. Для плит 2,5 м мы оставляем 3 мм. 3 мм составляет 0,12% от 2,5 м. Это важная характеристика, которая нам пригодится в дальнейшем. Мы знаем рекомендации производителей ОСБ оставлять зазор. Мы знаем, как монтировать вот этот материал. По отдельности все смонтировано правильно, но в системе иногда не работает. Вот наши длительные наблюдения за разными объектами показали, что довольно часто вот эти волны повторяют рисунок швов. Чтобы нам с вами увидеть, что происходит на кровлях, мы сделали вот такой специальный стенд, похожий на раскладные столы наших бабушек. Вот здесь мы можем делать разные зазоры между листами ОСБ. У нас есть пластинки толщиной 0,5 мм. Мы будем ставить исходно по 6 пластинок. Здесь будет зазор ровно 3 мм. Будем монтировать ковер, будем монтировать ганты и смотреть, что происходит. Начинаем. Вот этот ковер прибит около шва и дальше он прибит по всей длине 2,5 м. В общем-то он прибит по всей длине 2,5 м. Посмотрим, что с ним произойдет, когда вот этот лист будет условно разбухать. А в зазоре, вот в этом, произойдет вот что. Я убираю 3 мм прокладки и свожу листы ОСБ. Рассказываю, извините, игровую ситуацию. То есть материал ОСБ от вот этого гвоздя до точки 5 см от того края расширился. Зазор сошелся. Да, то же самое с другим листом. Мы сымитировали эту картинку. А вот этот материал, надо бы собрать его в кучу. Но никто его в кучу не собирает. Вот видите, я пытаюсь его разровнять, ничего не получается. Это почти понятно. Нам на первый взгляд кажется, что подъем слишком большой. Чуть позже я покажу простые формулы, основанные на теореме Пифагора, что действительно 3 мм провоцирует подъем примерно на 12-15 мм. Это чуть позже. А сейчас мы с вами ответим себе на вопрос. Неужели вот этот ковер, очень тонкий по сравнению с гантами, поднимает ганты? Прибиваем ганты. Вот так пришлись гвозди первого ганта. Правильный сдвиг обеспечиваем ганта относительно ганта. Сейчас будут другие гвозди. В любом случае, какие-то гвозди будут слева от шва, какие-то справа. Никогда не будет двух гвоздей ровно с двух сторон от шва. Вот это нам важно понимать. Созоры 3 мм. 3 мм. Вынимаю. Ну, как говорят в некоторых телепередачах, момент истины. Поднимет подкладочный ковер ганты или не поднимет? Вот. Первый раз это было неожиданно и для нас. А теперь мы знаем, что это, как происходит. И даже, как это описывается, математическими формулами с простейшей теоремой Пифагора. Вот у нас было два листа ОСБ. Расстояние от края листа до гвоздей по 60 мм и зазор 3 мм. То есть в исходном состоянии расстояние между гвоздями было 123 мм. И длина полотна между гвоздями была 123 мм. Вот здесь 3 мм, напоминаю. После того, как мы сдвинули, а на самом деле мы сымитировали естественное движение материала при разбухании, у нас между гвоздями расстояние стало 120 мм, а по полотну оно стало 123 мм. Для упрощения расчетов будем считать, что подъем был просто вот таким треугольником. В этом случае мы сможем применить теорему Пифагора. Забегая вперед, скажу, что различие с расчетом по сложной фигуре составляет не более 15%. Можете проверить, можете поверить. Итак, все очень просто. Нам нужно посчитать высоту для треугольника, у которого вот здесь 60, здесь 123 пополам. То есть 61,5, и нам нужно найти вот эту высоту. Берю калькулятор и по теореме Пифагора считаю. Считаю 13,5 мм. 13,5 мм. Я знаю, что коэффициент пересчета в эту фигуру, похожую на радиусную, примерно 0,85. То есть 13,5 умножить на 0,85, получается 11,5 мм. Вот эти 11,5 мм мы с вами и видели. Если вот эти гвозди остались на своем месте, а вот тут осталось 123 мм, но мы начинаем подминать горб, то те же 123 мм могут уложиться в два горба с вдвое меньше высотой. Это проверяется математически. Или четыре горба, высота каждого из которых будет четыре раза ниже. Или просто в какую-то мелкую гофру, где высота не превысит одного миллиметра. Но это нужно очень мощно чем-то давить. Вот если мы сейчас придавим доской, пожалуйста, вот эту точку, да, мы с вами сделаем складки или разгоним все это в какие-то мелкие гофры. То есть если специально поддавливать, вот видите, то да, все будет. Но гибкая черепица не поддавливает с таким усилием сама. Летом она становится мягкой, податливой. И даже если зимой такая она была, коляная, как говорят в народе иногда, и легла плоско, то летом она размягнет и сможет подняться. Наша рекомендация заключается в том, что надо монтировать не целые листы 2,5 метра, а более короткие листы, более короткие листы, и оставлять тоже зазоры. Но при этом, как я уже говорил, расширение, мы принимаем 0,12% от длины на 2,5 метрах. Это 3 миллиметра. Если мы длину каждого фрагмента уменьшаем в 4 раза, в 4 раза уменьшится и диапазон хода. И именно это мы сейчас и посмотрим. Итак, я убираю 2 прокладочки, что соответствует ходу 1 миллиметр с этой стороны, 2 прокладочки с этой стороны. И сдвигаю. Все. Вот такая картинка. Она очень сильно отличается от той картинки, которую мы видели при полном ходе. Более того, вот здесь чуть-чуть можно пригладить, и все смотрится уже прилично. Мы смотрели с вами совсем не спекшиеся ганты. Конечно, спекшиеся ганты будут сопротивляться сильнее, и при диапазоне хода 1 миллиметр картинка будет великолепная. Заключается математическое обоснование предложенного нами метода. Вот у нас был лист длиной 2,5 метра. Вот следующий лист длиной 2,5 метра. И следующий лист длиной 2,5 метра. Если эти листы равномерно расширяются, то принято считать, что середка каждого листа остается на своем месте, и каждый из них раздвигается на 1,5 мм в одну сторону, на 1,5 в другую. Но дело не в 1,5 мм, а в том, что два листа сходятся друг к другу на 0,12%. Это очень маленькая цифра в процентах, но это 3 мм о 2,5 мм. На 0,12% вот длины листа. Так вот, когда мы этот лист режем на 4 части, например, и оставляем, неважно, какие зазоры, собственно, и там нам никто не предписывается оставлять 3, не менее 3. То есть было 5, на 3 расширится, останется 2. Режем на 4 части, оставляем зазоры, каждый из этих фрагментов будет менять свою длину в пределах 0,12%. В 4 раза меньше, чем менял свою длину целый лист. То есть из тех 3 мм нормативно уже будет предписан ход 0,75 мм. А если мы разрежем на 5 частей, 2,5 м хорошо режется на 5 частей, это 5 раз по 500 мм будет по 0,6 мм. Максимальный ход, определяемый самим материалом в каждом зазоре. Мы с вами двигали на 1 мм, видели, что картинка приличная, на 0,6 мм. Все будет вообще великолепно. После наших математических изысканий давайте посмотрим, что будет, если сдвинуть на 0,5 мм. Ну тут есть люфты, поэтому, конечно, будет не 0,5, а 0,6, 0,7. Я убираю по одному листу стали и сдвигаю. Ну, видите, нормально, 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 все нормально. И повторю то, с чего мы начали. Вот он, 3-х миллиметровый ход. Как говорится, разница как небо и земля. Вот такой интересный вывод для многих неожиданный мы сделали. И мы уверены в том, что мы разгадали эту загадку одинаковую для практически всех видов ковров и всех видов гибкой черепицы. И мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Пишите в комментариях, обращайтесь в нашу службу технической поддержки. Спасибо за внимание. Игорь Негода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!